компания печной мир вас приветствует на своем объекте где мы строим барбекю комплекс с тандыром с тандыром с настоящим тандыром из шамотного кирпича во главе угла комплекс предусматривает значит раковину раковину столешницу разделочный стол здесь будет мангал чаша мангальная для жарки шашлыков и тандыр для приготовления мясных и блюд и выпечки а также овощных печеных блюд значит тандыр делается по образцу по образцу так жирского таджикского тандыро строения то есть это бочка односторонняя бочка двухцентровая то есть с зауженным низом и зауженным верхом значит по таджикским рецептом тандыр высотой 90 сантиметров 88 значит с основанием 65 сантиметров внизу диаметр основания 65 сантиметров на на максимуме 92 сантиметра это средняя часть тандыра значит предназначаться будет для выпечки лепешки хачапури самсы раздана хлеба да то есть дрожжевого который лепится к стенкам значит особенность это будет не просто тандыр это будет печь тандыра казан то есть сверху будет уложена плита под казан вот это вот это плита под казан значит в которой можно вставить казан размером до 20 литров до 20 литров значит можно будет готовить плов в больших и маленьких количествах и вот пользоваться плитой как варочной плитой для обжарки лука там приготовления супчиков и ишенки и так далее значит а также пользоваться как полноценным тандыром то есть для выпечки хлебных изделий и запекания мяса значит особенность особенность монтажа особенность монтажа тандыра казанов в нашем понимании такого что дверка когда мы совмещаем и казан и тандыр дверка устанавливается 20 сантиметров 23 от пода тандыра почему значит в процессе приготовления плова когда мой тандыр перекрываем казанной плитой в процессе приготовления плова значит особенность такая что первое время первые самые продукты которые закладываются в казан готовятся на большом огне когда происходит процесс кипения масла сильное то есть вот мы заложили дрова подожгли огонь разгорелся ставим казан наливаем туда масло засыпаем туда килограмм лука килограмм морковки там да то есть чесночком значит и все это на большом огне обжаривается потом загружаем туда мясо за это время пока жарятся овощи дрова немножко прогорают огонь оседает то есть температура понижается мясо уже готовится не в таком кипящем масле да то есть и овощах а уже как бы тушится значит потом дальше по мере прогорания температура еще падает и мы уже засыпаем туда рис доливаем воды да то есть как бы рис кипеть не должен так вот если мы сделаем дверку внизу внизу а поскольку у нас перекрыта плитой и есть выход да то есть стандыра в дымовой канал то тяга при незакрытой дверки будет все время угли воспламенять и процесс томления томление риса мы не получим он будет все время кипеть как супе как в ухе то есть булькаться там на первом этапе и даст много крахмала и в результате плов потом слипнется в этом случае когда дверка находится в середине угли лежат угли когда дрова прогорели и далее угли они лежат ниже дверки то есть холодный воздух при открытой дверки попадая туда опускается в сторону углей и только верхняя часть углей дотлевает дотлевает отдавая при этом довольно высокую температуру поддерживая в самом помещении тандыра в камере тандыра значит все угли вспыхнуть не могут из-за недостатка воздуха значит в этом случае сохраняется жар который достаточен для того чтобы поддерживать температуру утомления вот на этом уровне когда мы делаем печь казан у нас дверка тоже находится на этом уровне от плиты значит это шесть-семь рядов вкладки кирпичный здесь имеются колосники в казане до внизу поддувало то есть получается высота топки у нас всего ну 50 45 50 сантиметров этого достаточно чтобы от колосников сформированное пламя факел доставали до дна казана и когда дрова прогорели допустим температура томления уже настала мы можем подложить одно или два маленьких полежка чтобы чуть-чуть поддерживать температуру в этом случае мы не можем подложить одно два полежка мы пользуемся только одной единственной закладкой когда у дрова положили они прогорели и этого нам хватило для того чтобы приготовить допустим ну плов в случае если мы пекем лепешки методом налепление их налипания на стенки да то есть там допустим лаваш или лепешку слой углей работает как в помпейской печи помпейской печи тоже угли после прогорания дров не выгребаются то есть они разгребаются вдоль стенок чтобы поддерживать высокую температуру воздуха да и плюс еще повышенное содержание co2 в атмосфере где идет выпечка хлеба значит потому что хлеб это тоже там химические реакции то есть выделением углекислого газа да то есть когда угли остаются и выделяется углекислый газ то есть пропекание хлеба идет немножко в другом режиме то есть он получается вкуснее здесь та же самая история значит когда дверка установлены 23 20 20 сантиметров одна чаши слой углей выполняет ту же самую функцию то же самое что в помпейской печи то есть они сохраняют жар и дополнительно дают те газы которые помогают хлебу то есть подниматься раздуваться становится рыхлым пушистым красивым румяным то есть за счет температуры вот это вот особенность совмещения так сказать тандыров и казанных печей когда казан конечно мы делаем дверку на этом уровне перекрываем вот здесь и плитой здесь у нас колосники дальше поддувала когда просто тандыр мы делаем зольник на дне тандыра потому что мы им не пользуемся для приготовления скажем так ну в кастрюльках казанах то есть здесь просто выходит открытый факел и все он уходит в небо то есть как в этом случае удобнее его обслуживать когда зольник находится и поддувала внизу самом дне что просто выглиб и все в случае совмещения в случае совмещения значит ну приходится чем-то жертвовать то есть по удобству обслуживания конечно немножко становится неудобно то есть выглиба выгребать залу когда одно находится ниже чем дверка но немножко неудобно для этого для этого делаем совки как сейчас модно то есть длинная ручка и совок сам под 90 градусов под 90 градусов то есть убираем колечко загружаем совок и щеточкой сгребаем туда за лук вытаскиваем и ссыпаем ее в ведерко то есть обслуживается точно также а дрова закладываются через вот эту дверку то есть в случае если надо подложить то есть добавить температуру то есть все вполне удобно ну чаши в настоящих мангалах делаются то тоже по тому же принципу то есть чаша должна быть глубиной 17 до 19 21 сантиметр и она должна быть вся наглухо выполнена из кирпича то есть для увеличения теплоемкости принцип тот же самый когда дрова прогорают угли остаются и заполняют дно чаши сохраняя при этом жар и при этом не горя то есть не воспламеняются поэтому шашлыки получаются как бы не горячий не горящими не обугленными если мы делаем колосниковое горение то за счет подсоса воздуха то есть угли при капании на них жира то есть мясо часто вспыхивают и дают факел такие факелки пламени то есть что не приводит к хорошему результату для приготовления пищи значит следующий раз когда будет чаша сложена мы вам обязательно покажем и покажем процесс приготовления здесь и здесь то есть ну как готовится мясо в тандыре как готовится мясо в каменной чаше то есть правильно устроенной ну а пока вот есть то что есть всего доброго с вами был александр кутузов компания печной мир